Айда Пушкин, Айда Молодец! Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Мариана Мирная. О гении и легенде литературы и поэзии говорим сегодня с моими прекрасными гостями Юрия Орлов и Галина Яськова. Здравствуйте! Вы представляете Пушкинское общество, да? Галина Петровна, вы заместитель председателя этого общества. Юрий Александрович, мы не определились, то ли вы чтец, то ли вы лектор, вот Галина Петровна говорит. Он читает лекции, концерты. Ну то есть человек, который знает о Пушкине все и даже немножечко больше, да? Всего о Пушкине знать невозможно, но пытаюсь, конечно, донести как можно больше аудитории, перед которой выступаю. Ну мы вот с вами собрались в связи с тем, что в этом году, в феврале месяце, прошло событие, посвященное 180-летию со дня смерти Пушкина. Это был день дуэли, да, и я знаю, что было у вас большое мероприятие. Расскажите, что это такое было за день, как вы этот день отметили в своих жизнях? Ну у нас по традиции, давней традиции у Пушкинского общества, Пушкинскому обществу 30 лет уже, у памятника собираемся трижды в году, ну и один из дней это день смерти Пушкина. В этом году мы собрались, молодежи много было, школьники из колледжа были ребята, и Юрий Александрович открыл мероприятие, прочитал и стихи, и рассказал немножко. Потом подошел отец Александр из Иверского монастыря, и с двумя монахинями, со свечами, с песнопениями, лития, отслужили литию. В 14.45, когда весь мир замолкает и отмечает дату с минутами смерти Пушкина, зазвенел колокол на рядышком колокольне там. Вот, все стихли, вспомнили еще раз о том, что мы потеряли такую большую величину. Вот, а потом продолжили мероприятие в Институте культуры. Там нам студенты показали интересные инсценировки из «Каменного гостя», из Евгения Онегина. Здорово пели под руководством Натальи Дмитриевны Фаин, кафедры вокала. Очень красиво, очень здорово пели. И стихи читали и студенты, потом мы читали стихи пушкинисты. Вот, ну а детям уже не хватило даже времени почитать стихи. Юрий Александрович, я знаю, что... Юрий Александрович тоже по радио выступил в этом. Вообще, это очень широко отмечалось мероприятие. Это я рассказала только то, где я участвовала. Во всех библиотеках Юрий Александрович по радио выступал, расскажет то же самое. Я знаю, что на Пушкина много времени не бывает, правильно? Я стараюсь как можно больше времени уделять Пушкина. Конечно же, конечно, безусловно. Я вам честно скажу, что я к Пушкину пришел в поисках истины. Сейчас у нас в моде так называемая свобода выбора, но истину не выбирают. Истина, она одна. Умные истинные слова уже сказаны гениями нашего Отечества. Нужно только их знать и им следовать. Пушкин – гений русской мировой литературы. А гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание. Можно ли, я так понимаю, все-таки с какими-то жизненными вопросами находить эти ответы как раз у Пушкина? Вы так делаете? Безусловно. Очень хороший вопрос, Марьяна. Спасибо. Как раз когда я выступал перед солдатами, это мотострелковый полк номер 15 на Крыжу, как раз я начал с того, что сказал, иногда я слышу такие слова, что Пушкин архаичен, несовременен. Я всегда отвечаю, Пушкин всегда современен и велик. И начинаю проводить исторические параллели между гениальными идеями Пушкина и современностью. Ну-ка, например. Ну, например, в 1826 году, когда император Николай I призвал Пушкина в Москву, а Пушкин находился тогда в Апале, в ссылке, в селе Михайловское, он пробеседовал с ним около двух часов и дал ему поручение изложить свои мысли о воспитании молодого поколения. Пушкин это шел самому в 1926 год, но поручение императора, конечно, Пушкин выполнил, подготовил свои соображения и в специальной записке официального назначения. Почему официального? Потому что она предназначалась только для императора Николая I. И назвал он эту записку о народном воспитании. Даже само название о народном воспитании уже сегодня актуально. Что и говорить. Ну, конечно, Пушкин в этой записке описывал реалии своего времени. Первый, третий, девятнадцатого века, безусловно. Но отдельные гениальные мысли Пушкина в этой записке совершенно актуальны сегодня. Ну, например, Пушкин говорит, недостаток просвещения и нравственности вовлекает молодых людей в преступные заблуждения. Актуальные мысли сегодня. Представьте себе. Или, например, ни одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего Отечества. Воспитание, или лучше сказать отсутствие воспитания, есть корень всякого зла. Архиактуальная мысль выражаешь языком нашего революционного классика. Когда сегодня развратный Запад толкает нам свои эти идеологии чужеземные об однополных браках, от развратной любви и прочее, прочее, прочее. Или, например, мысль, высказанная Пушкиным, позволительна ли роскошь там, где чувствуется недостаток необходимого. Тоже актуальна. Актуальнейшая мысль. Когда сегодня одни ютятся в полуподвалах, в квартирах, в домах, непригодных для проживания, другие олигархи купаются. Купаются во дворцах. Вот Пушкин еще тогда эту мысль подчеркнул. И еще одна мысль, которая там прозвучала, хочу вам сказать, тоже очень актуальная сегодня. Пушкин прямо там сказал, историю русскую нужно будет преподавать по Карамзину. История государства российского – это произведение не только великого писателя, но и подвиг честного человека. Прямо назвал учебник истории Пушкина, прямо назвал Карамзина Николай Михайлович. Что у нас? Ну, можно сейчас вот с новым министром образования один появился учебник истории. То было несколько. Бедный педагог не знал, по какому преподавать, а бедный ученик не знал, в какой истории верить. Ну, главное, что литературу по Пушкину очень много преподает. Хочу вот что спросить. Можно ли вот освоить, выучить, понять вот все, что написал Пушкин? Вы это сделали или не хватит жизни человеческой на то, чтобы все это освоить, осознать, выучить, может быть, или нет смысла все учить? Или вы наоборот, но это все знаете? Не знаю, как спросить все подряд. Спросила, потому что все взаимосвязано очень. Вы знаете, я вам отвечу на это словами Виссариона Григорьевича Белинского. Пушкин очень ценил Белинского. Он говорил, Белинский обличает собой талант, который со временем принесет много пользы России. И вот Белинский, первый интерпретатор и популяризатор творческого наследия Пушкина, в своих знаменитых семи статьях писал. Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающих развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит свое суждение о них. И как бы неверно поняла она их, всегда ставит в следующей эпохе, сказать что-нибудь новое и более верное. Но ни одна и никогда не выскажет всего. По-моему, лучше не скажешь. Потрясающе, браво. Калина Петровна, с кем встречается пушкинское общество, где ведет свою деятельность, пропаганду, может быть, какую-то именно хорошего творчества великого поэта? Я знаю, что сейчас проговорили, что и с солдатами встречаетесь, и в какие-то школы, и библиотеки. Расскажите, на что направлена ваша деятельность, на какую аудиторию? Ну, конечно, в основном на молодежь, потому что люди более старшего возраста, они сами к нам приходят и нас находят. У нас есть свой офис, мы каждый месяц, раз в месяц собираемся, проводим какие-то мероприятия. Не обязательно только по Пушкину, а вообще просто литературные и поэтические мероприятия. Ведь издаются пушкинским обществом вот такие сборники, уже 8 томов вышло, сборников. Идет исследовательская работа. У нас есть такие товарищи, как Панов, Рейса Павловна Поддубная, которые исследуют и пути Пушкина, и все, что связано с Пушкиным в нашей Самарской области. А Пушкиниана у Поддубной два тома о Пушкине. Вот, то есть работа, музей пушкинский есть на Олимпийской у нас, и они тоже большую работу проводят. С детьми, в основном, конечно, наша задача, это просветительская или пропагандистская деятельность. Ведь Пушкин патриот, вот, это сейчас тоже, слава богу, в тренде, да, патриот. Поэтому Пушкин, кстати, клеветникам России тоже вот можно было бы сказать, стихотворение, вы помните его наизусть, клеветникам России? Это о том, где Пушкин современен. Помните, там, как он Европу-то корит? Европу. Надо бы, конечно, сказать несколько слов. В общем, проводим, стараемся. Юрий Александрович, я сейчас договорю. Юрий Александрович у нас читает лекции, концерты со стихами, дети его слушают, открыв рот, мне так кажется. Вот, и специалисты тоже считают, что лекции достойны того, чтобы слушать, открыв рот. К сожалению, вот, хочется сказать с экрана, мало лекторов в поисках, потому что мы не можем удовлетворить те заявки, которые к нам поступают по лекциям. Именно таким, вот таким лекциям, которые читает Юрий Александрович. Вот. А есть какие-то, такие подробности жизни Пушкина, которые вот вы знаете, а больше никто не знает? Безусловно, есть. А можно что-нибудь, если это можно с экраном произносить? Безусловно, есть. Уважаемая Марьянна, в жизни Пушкин был суеверным человеком. Когда как-то, когда ему было поставлен в упрек, что он слишком верит разным примерам, Пушкин ответил. Быть таким суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с Никитой Всеволожским ходить по Невскому проспекту. Из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее погадать нам и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. Вы, сказала она мне, в скором времени на днях встретите старого знакомого, который будет предлагать вам хорошее по службе место. Через несколько дней вы с почты получите неожиданные деньги. Третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественной смертью. Безусловно, без всякого сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после предсказания и опять на Невском проспекте я действительно встретил старого приятеля, который служил в Варшаве при великом князе Константин Павловиче и перешел на службу в Петербург. Он предлагал и советовал мне занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот когда я первый раз вспомнил и о гадании, и о гадальщице. Через несколько дней после встречи со знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мой лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я обыграл. Он, получа наследство после умершего отца, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надо бы насбыться третьему предсказанию. И в этом я совершенно уверен, говорил Пушкин. Третье, что было предсказано Пушкину, гадалкой немкой Александрой Киргов, звучало так. Может быть, ты проживешь долго, но на 37-м году берегись белого человека, белой лошади или белой головы. Ожидание, что и это предсказание исполнится, и все-таки желание избежать предсказанного не оставляли Пушкина те последние почти 20 лет, которые оставалось ему прожить. Но все усилия избежать предсказанного оказались тщетными. Когда Пушкин ушел в 1937 год, на его жизненном пути появился Дантес, белый человек. Он носил белый мундир, с белой головой был блондин. Это и был убийца Пушкина. Потрясающая история, потрясающая. Времени, к сожалению, не так много остается. Еще хочется узнать, какие в дальнейшем ждут нас мероприятия, связанные именно с Пушкиным, с вашим обществом. Потому что 6 июня у нас тоже не за горами. И что планируется? Давайте проанонсируем, чтобы люди уже сейчас начинали готовиться. Может быть, какие-то последователи будут еще. Вы знаете, молодежь можно приглашать в ВКонтакте. Есть Пушкинское общество города Самары. Там все наши мероприятия, которые прошли, которые планируются. И, в общем-то, о Пушкине. Стараемся где что узнаем, все это внедрить на страничку Пушкинского общества города Самары. Есть страничка ВКонтакте. Ну, то есть там всю информацию можно... Да, и вот такие интересные вещи. Все-все стараемся. И фотографии вот такие, где Юрий Александрович выступает. Ну, в общем, фотоотчеты. Все стараемся сделать. Какие планы? Ну, нам 30 лет, вот видно или нет. 30 лет Пушкинскому обществу. И в этом году мы должны как-то его провести. Может быть, даже и с вами. С удовольствием. Где-то еще. Вот. Отметить. Потому что очень много корифеев. 30 лет. За 30 лет столько сменилось. У нас Тицкий был председателем общества. Сейчас Железняков Александрович уже более 16 лет в председателях. В общем, столько много, если они по телевизору что-то увидят, наверное, им это будет приятно. В общем-то, о том, что общество живет, работает и что о них помнят. Вот Вера Васильевна Синина, например, актриса, может быть, знаете. Знаю, конечно. Вот. Мы ее поздравляли. Юделей был, да, 90 лет. Совершенно верно. А ведь она написала стихотворение «Посвящение в пушкинисты». Если позволите, я зачитаю его. «Посвящение в пушкинисты». Вера Васильевна написала. Мы чуть-чуть его поэтически подработали. И всех я приглашаю вступить в пушкинское общество и быть пушкинистами. Всех телезрителей. Вступая в пушкинистов круг, клянемся памятью поэта. Не посрамим его заслуг, храня традиции, заветы. Мы гениальною строкой родную речь возвысим снова. Пусть путеводной звездой нам будет пушкинское слово. Его поэзии лучи пронзят пусть тьму косноязычья. Могучий русский наш язык велик, красив в своем обличье. Поэта память будем чтить, чтобы, храня его мотивы, как он, отчизне посвятить. Души прекрасные мотивы. Порывы. Порывы. Ну, не могу не попросить, Юрий Александрович, что-то тоже. Мы с вами договаривались, что вам когда уже навеет, что вы будете сегодня читать? Навеемо что-то? Вы знаете, день печали, день памяти 180 лет со дня трагической, катастрофической гибели Санна Сергеевича Пушкина. В 1836 году Пушкин чувствует, что жизнь его подходит к завершению. Он все время, кстати, ожидал этого дня, который нагадала ему гадалка. И часто, между прочим, размышлял об этом в своих стихотворениях. Но в 1836 году Пушкин пишет стихотворение, в котором он подводит как бы итоги своей творческой деятельности. Он верит, что потомки помянут его добрым словом, что не зарастет народный тропа к его поэзии. Это стихотворение Пушкин назвал нерукотворным памятником. Рукотворных памятников сейчас в России и во всем мире десятки, сотни. Даже, как и трон говорит, около 500. 600 памятников в мире, да. Но первый нерукотворный памятник Пушкин воздвигнул сам, самому себе. Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он, головой непокорный, Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет. И тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой И назовет меня всех сущий в ней язык. И гордый внук славян, и финн, И ныне дикой тунгус, И друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, Что чувство доброй я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. Веленью Божию, омулза, Будь послушна, обидой не страшась, Не требуя венца, Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. И я хочу напомнить завещание, Которое оставил Пушкин Своей любимой родине, Своему родному языку, Да и всем нам. Вот это завещание, которое редко звучит, Практически я и не слышал его ни разу. Все должно творить в этой России И в этом русском языке. Пушкин, наше все. Браво, браво, Александр. Еще хочу вот что с вами обсудить. Есть такой сейчас положительный, на мой взгляд, момент, Что все больше и больше Проходят события и праздников, Посвященных литературе, Назовем это таким словом. Вспоминают не только Пушкина, Но и других великих писателей, поэтов. Встраиваются литературные чтения, В которых также Юрий Александрович принимает участие. Как, на ваш взгляд, Вот эта линия, которую мы сейчас взрослые, Тянем для нашей молодежи, Для наших детей, подрастающего поколения, Пытаясь их оторвать немножечко От компьютеров, от гаджетов, от телевизоров и так далее, И все-таки вернуть их к книге, К стиху, к хорошему, К хорошей литературе. Насколько это важно и получается ли это у нас? Я думаю, получается. Во всяком случае, я... У меня получается, да? Нет, я имею в виду, получается, Потому что я могу только сказать о своих впечатлениях, Когда я выступаю перед аудиторией. Мне задают, кстати говоря, вопросы после... Молодые люди, вот, и школьники, Восьмой, девятый класс, Центральной детской библиотеки. Я думаю, что они, И особенно они с интересом слушают, С большим интересом слушают. Я думаю, что они соскучились По настоящему русскому слову, По настоящей поэзии. Пушкин говорил, Чтение, вот лучшее учение. Это его лозунг, Когда он писал письмо Своему младшему брату. Кстати говоря, По моему предложению, Сейчас все библиотеки, При входе, я говорю, Вы повесьте, При входе в библиотеку, Дивиз Пушкина, Чтение, вот лучшее учение. Многие даже не знают. Спрашивал я школьников. Даже в библиотеке спрашивал. Библиотекарь, скажите, пожалуйста, Кому принадлежат эти слова? И что вы думаете? Не ответили. В библиотеках не ответили. Пусть на меня не обижаются библиотеки. Ради бога. Я от чистого сердца. Есть у вас, У вас, Юрий Александрович, У вас, Галина Петровна, Какие-то любимые произведения, Особо дорогие душе, Которые перечитывались уже Не одну сотню раз И продолжают оставаться Как раз тем ответом На какие-то вопросы жизненные. Есть для вас такое произведение? У меня нет одного какого-то. Ну как же, Евгений Онегин. Я к вам пишу. Стихи его. Я помню чудные мгновения, Уж которые переложены с музыкой. Нет, я не могу сказать, Что все здорово. И Капитанская дочка. А Полтавская, вот Полтава. Вот сейчас так это актуально тоже. Читаешь и просто удивительно. Могу только поддержать вас в этом. Если разрешите. Извините. Или вот это, как я вам сказала, Клеветникам России. Да, да, да. Но вот в отношении Полтавы, Извините, Галина Петровна, Хочу просто немного поддержать вас, Эту мысль. Что насколько актуально. Кстати говоря, Николай Михайлович Карамзин Говорил истории для народа, То же, что Библии для христианина. Так вот, в Полтаве, Насколько Пушкин актуален и сегодня, В Полтаве, значит, Главная тема была, Это отторжение Украины от России, А потом свержение престола Самого императора Петра I, И дальнейшее расчленение России на дельные княжества. Вот что входило в планы Карла XII. Пушкин об этом писал. Была та смутная пора, Когда Россия молодая, В борениях силы напрягая, Мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы, Ей дан учитель не один, Урок нежданный и кровавый Задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь так тяжким млад, Доробя стекло, кует бва! Наша Россия, которой 25 лет, Она же еще молодая. Разве наша Россия так же, Не борется, не отстаивает свой суверенитет. Я говорю, аудитории, Также в условиях так называемых санкций, Отстаивает свои национальные интересы, Но уже с гением, Владимир Владимирович Путина. На самом деле так оно и есть. Минуточку, Минуточку у нас остается до конца. Хочу сказать, Что мы вас обязательно пригласим 6 или где-то в районе 6 июня, Чтобы с вами еще раз поговорить о Пушкине. Наверное, бесконечно можно говорить о Пушкине. И дети Пушкина тоже знают. И дети Пушкина знают. Мы пытаемся интерактивно проводить эти мероприятия. И обязательно что-то... Или потом уже... А вот вы, аня, не знаете, что Пушкин писал? Или читают, просто поднимаются. Знают. Спасибо вам огромное. Большое дело делаете. Да, нам, к сожалению, нужно уже прощаться. Время наше закончилось. Я вас поздравляю с тем, что 30 лет общества в этом году. Видимся с вами в этом году. Точно не последний раз. Будем вас приглашать. Спасибо большое. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин